Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева и пришло время универсального формата на телеканале Самараги. Всех приветствую, всем хорошего, солнечного настроения желаю. Будьте здоровы! Это вот такое, знаете, очень хорошее пожелание, которое, наверное, всегда можно говорить знакомым и незнакомым. Ведь здоровье и даже, может быть, какое-то благополучие, а самое главное, чтобы близкие наши были всегда здоровы и счастливы, это, наверное, стоит об этом задуматься и, наверное, стоит как-то, не знаю, обратить внимание на какие-то интересные проекты, которые как раз-таки молодежь, подростков, школьников как-то к этому, ну не то чтобы приучают, но, по крайней мере, дают им понять, что здоровье, а самое главное, здоровье, чтобы было не только у него, у человека молодого, но и его семьи, будущих детей. Ну, в общем, сегодня мы говорим о таком удивительном марафоне, марафоне здоровья «Пусть всегда буду я». Что это за марафон, кто его организует, какие люди его проводят, для чего, с какими целями и, главное, каких результатов они добились, мы узнаем сегодня в течение нашего эфира. Телефон 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а сейчас предлагаю перенестись в Новакуйбышевск, не так далеко, и, собственно, вы увидите своими глазами, как там на прошлой неделе очень хорошо и весело принимали этот замечательный проект. Смотрим и возвращаемся в студию. Сегодня в школу не проспал ни один, от первоклассника до выпускника. Боялись пропустить массу интересных занятий, которые для них приготовили наркополицейские и молодежные организации совместно с членами общественного совета при областном управлении ФСКН. Антинаркотический марафон начался с флэш-моба во дворе школы. Сама школа больше напоминала самодеятельную и спортивную площадку одновременно. Ребят учили танцевать, стрелять из лука и даже выбираться из трудных ситуаций. Например, показывали то, что выживание, например, в лесу, как выжить, очень полезно, кстати. Если, например, заблудился, столько разных способов оказывается, чтобы выйти. Многих ребят заинтересовал модный сегодня воркаут – один из видов спортивной гимнастики. Захватывающие акробатические трюки и приемы самообороны продемонстрировали ребята, которые свой выбор за здоровый образ жизни уже сделали. Мы сами, по сути, почти дети. Мне 18 лет, Никите 17, Маше 14 лет. И мы считаем, что важно показать, что спорт важен ребятам. И я сам пропагандирую активный здоровый образ жизни. Всего за несколько часов работы общественному совету и молодежным организациям удалось привлечь в свои ряды несколько сотен человек. А за четыре года проведения марафона «Пусть всегда буду я» свой выбор в пользу здорового образа жизни сделали более 10 тысяч жителей Самарской области. Видно, что им это интересно. И видно, что многие из них после нашего марафона действительно займутся какими-то видами спорта. Я абсолютно убеждена, что это будет для них очень познавательно, очень необычно. И они, каждый, найдут для себя что-то новое. Антинаркотический марафон «Пусть всегда буду я» в Новокуйбышевске – вторая после киноля площадка. На очереди Ледовый дворец в Отрадном. Пусть всегда буду я. 202-11-22. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Может быть, вы хотите какие-то свои впечатления, мнения выразить по поводу проекта. Может быть, был в вашей школе, в вашей организации. Какие-то отзывы. Мы всегда рады принимать ваши телефонные звонки. Ну, естественно, мы не можем оставить и вас без призов. У нас есть для вас сегодня пригласительные билеты и в кино, и на концерт музыканта «Дельфина» в ночном клубе «Звезда». Совсем скоро. Так что держите ухо востро, держите телефон неподалеку, он вам пригодится. Ну и, конечно, с большим удовольствием буду представлять вам наших гостей. Итак, давайте встречать. И, я думаю, будем рады видеть, и вы тоже в том числе. Председатель общественного совета при УФСКН России по Самарской области Ирина Владимировна Цветкова. Здравствуйте. Добрый день. Также с нами здесь Ольга Викторовна Кочубеевна, член общественного совета. Здравствуйте. И еще один член общественного совета при УФСКН России по Самарской области Наталья Копылова. Здравствуйте. Ну, хочется спросить. Вот на прошлой неделе все средства массовой информации облетело в новости. Начался марафон. Но, как выяснилось, марафон-то и не заканчивался. Расскажите, пожалуйста, с 2011 года идет этот проект. Есть ли какая-то история его создания, возникновения, кому в голову пришло, и какие, может быть, итоги уже, и какие-то цифры? Ирина Владимировна, можно? Ну да, наверное, начну я, потому что я стояла, собственно говоря, у истоков и этого марафона в том числе. Идея очень простая. Когда был создан общественный совет, мы вот сели, подумали, что мы можем сделать реально, конкретно. Словами, а делами. Да, не словами, а делами. Ловить наркоманов – это не наша задача, для этого есть у нас организация специальная, наркоконтроль. А мы должны заниматься, как бы основное наше направление – это все-таки профилактика. И вот так думали, что в какой-то форме может быть. И так появилась идея создания фестиваля. А я, поскольку очень, я фанатка композитора Аркадия Островского, и всегда… Вот к этому я и вела. Да, 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 да. И всегда мне хотелось донести до наших земляков, что вот на нашей земле, собственно говоря, жил вот такой замечательный человек, песню которого поет весь мир. И уже не одно поколение, там и дети, и взрослые поют. И как-то так само собой получилось очень красивая строчка из песни «Пусть всегда буду я» легла в названии нашего фестиваля. И фестиваль появился вот вместе, как появился общественный совет четыре года назад, и сразу появился фестиваль. И, собственно говоря, каждый год мы теперь разъезжаем по школам губернии и встречаемся с ребятами. Было ли какое-то непонимание, может быть, какие-то трудности возникали у вас, когда вы начинали этот фестиваль, этот проект с общественным советом? Вот как-то так натыкались на какое-то непонимание, зачем это нужно? Вроде как-то в школах проводятся какие-то проекты и так далее, зачем дополнительно? Я скажу так, что в школах не было недопонимания, потому что, к счастью, очень многие и директора школ, и педагогические коллективы прекрасно понимают, чем больше таких мероприятий будет, тем для ребят это будет, это действительно для ребят очень важно и нужно, и востребовано. Непонимание иногда, может быть, было среди первого состава общественного совета, когда люди не верили, говорили, что ну и что, вот мы поедем, проведем, что от этого изменится. Ну, праздник провели и забыли. Да, праздник провели и все. Но если так рассуждать и ничего не делать, наверное, тогда, конечно, ничего не изменится. Но когда, я думаю, мы сегодня еще увидим из ваших сюжетов, как горят у ребят глаза, когда они видят кто-то своих сверстников, кто-то там постарше у нас, да, у нас ведь весь смысл еще в том, что в нашей команде молодые люди, вот у нас Наталья работает с волонтерами, как раз с ребятами. И вот это, наверное, большой плюс, что не мы, взрослые тети и дяди, с ними общаемся, мы тоже с ними общаемся, но большую часть времени с ними разговаривает молодежь, показывает, разговаривает, и они, наверное, лучше друг друга понимают. Вот это очень важный момент. — Ольга Витальевна, ну вот вы тоже члены общественного совета. Вот что можете о своих каких-то впечатлениях, мнениях о мероприятиях, об акциях рассказать? Может быть, какие-то есть у вас данные, которыми хочется похвалиться, похвастаться, но почему нет? Цифры какие-то? — Ну, вообще-то мы, конечно, работаем не для цифр и не для отчетов. — Хорошая фраза. — И не для отчетов. — Дело в том, что здесь, в общем-то, можно говорить о социальной ответственности. Вот все члены общественного совета, на мой взгляд, это социально ответственные люди, которые, в общем-то, свою жизненную позицию, свое убеждение несут в школы, несут в массы, что называется. — Ну, неравнодушные люди. — Да. Мы понимаем, что эта проблема страшная, что с ней надо бороться только сообща. Вопрос в том, как. И вот когда мы приходим в школу и приходим к детям, то вот этот ответ мы там и находим. Потому что детям, в общем-то, наверное, и не стоит, и не нужно показывать и объяснять, как это плохо, как это там страшно, к чему это приведет. Я имею в виду употребление. — То есть все уже все видели. — Да, все это уже все видели, и пугать не стоит. — А читать латации в качестве. — Дайте альтернативу, расскажите детям, чем можно заняться. Вот, собственно, это главная наша цель. И то, что в каждой школе, в которой мы побывали, в каждом детском доме, в которых мы побывали, везде, в общем-то, мы находим отклик у ребят. Действительно, горящие глаза, большой интерес. И вот буквально то, что происходило в поселке Комсомолец, Кенельского района, я просто порадовалась за детей, что у них такой замечательный директор, который, в общем-то, сразу и сказал, «Если вот вам что-то понравилось, я найду, ребят, найду возможность, чтобы у вас это было». — Вы этим занимались, да. — То есть вот это еще руководители тоже говорят? — Конечно, конечно. Это очень многое зависит от руководителя. Ну, а если говорить о цифрах, ну, можно, конечно, посчитать. Насколько я вот помню, мы такой подсчет не вели специальный, но… — У нас около 7 тысяч уже охват ребят. — Уже 8, да. — Более того, уже 8 уже, вот Наташа. — У меня есть цифры почти 10. — Нет, не будем. И здесь же главное даже не количество, а качество, потому что мы всегда сами для себя говорим, что если мы даже спасем одного ребенка, это уже, значит, мы не зря работаем. У нас есть такая еще форма. До того, как мы туда приезжаем, у нас там проводят конкурс рисунков, плакатов. И плюс еще ребята оставляют свои подписи. У нас есть такие листы за здоровый образ жизни. — То есть они как бы протоколируются? Я вот присоединяюсь. — Да, да. И вот с каждым годом, вот за 4 года, вот в Новокубишевске подошли вообще к этому очень творчески. Ребята не просто, у нас на каждый класс своя есть папочка, ребята не просто подписались, они еще либо нарисовали что-то, либо стихи, какое-то послание. Своё отношение к этой проблеме. Плюс, что еще важно, кроме подписи ребят, есть еще подпись родителей. И это очень, мне кажется, очень важный момент. — У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? — Здравствуйте, я зовут Ольга. — Да, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. — Скажите, пожалуйста, а что вы с ним связаны, что вы с вами работаете? — Только позвоните. — Хорошо, спасибо за вопрос. Что нужно сделать? — Пусть оставят свои координаты, мы с ними свяжемся, и по возможности, я думаю, обязательно приедем. — Наташа, ну вы... — Спасибо большое за звонок, нам очень приятно. — Здорово, друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните нам, не стесняйтесь. Наташа, как давно ты в общественном совете, и что это для тебя? — Ну, в общественном совете я уже почти два года. — Не просто ведь так туда попала, наверняка. — Я попала по работе, на тот момент по работе, я познакомилась с общественным советом, и сразу как раз первым заданием было это организовать площадку общественного совета на фестивале прессы. Вот, и очень активно я влилась сразу в это движение, и тут же мы поехали в школу в Отрадный. Я поняла, что это такое. То есть моя задача была взять на себя роль координатора, и, соответственно, я изнутри посмотрела, и подтянуть, да, и работа с волонтерами, и поездка в школу, какие-то договоренности, и я попала сразу в эпицентр событий. — Так и надо, наверное. — И очень сильно зарядилась, и так зарядилась, что вот как минимум на два года, и заряд он такой был, что я теперь уже отсюда не уйду. — Видимо, хорошая отдача, ты чувствуешь, что ты нужна, ты чувствуешь... — Дело в том, что есть мероприятия, которые, наверное, для, может быть, отчетности делаются, да, такие бывают мероприятия, но данный проект, он настолько настоящий, что когда ты приезжаешь в какую-то школу, увидишь вот эту вот отдачу от детей, я буквально сегодня просматривала нашу группу в социальных сетях, общественного совета, и мы выкладывали фотографии с последних двух проектов, и дети уже оставляют комментарии о том, что это лучший проект, в котором они участвовали. То есть когда ребенок, школьник, пишет о том, что это лучший проект, понимаешь, что... — Ну, они сейчас такие привередливые, честно. — Это дорогого стоит, на самом деле. — Чтобы заинтересовать, ладно, там заинтересовать, еще чтобы остался этот интерес на протяжении долгого времени. Я знаю, что вы даже еще проводите акции, и у нас в лифте, и в том числе, висят наклейки, вы наклеиваете. — Да, у нас есть, вот буквально недавно прошла акция «Сообщи, где торгуют смертью». И мы выпускали наклейки, на которых был телефон доверия, куда может любой желающий позвонить и сообщить, где, может быть, у него там, соседний подъезд или его подъезд. — Ну, предполагаем. — Да, есть какая-то вот такая вот точка. И даже вот в лифте этого здания две такие наклейки есть, даже вот я смотрю в помещении. — В студии тоже есть, конечно. — Я знаю, что тоже вот заходила на страничку, есть уже какой-то отклик, да, люди звонят, сообщают, то есть не боятся, это самое главное. — Дело в том, что когда где-то вокруг тебя происходит такое зло, но ты, например, не знаешь, куда позвонить, да, и не каждый, например, будет интересоваться в интернете искать, куда можно сообщить. Но когда где-то в подъезде, либо в транспорте, либо еще где-то ты натыкаешься на такую наклейку, у тебя все-таки, наверное, идет какой-то щелчок о том, что, ну вот, стыкуешь эти два момента, понимаешь, что можно сообщить, и, возможно, это кому-то поможет. И когда проходит такая акция, причем мы выпускались вот сюжеты даже по вашему каналу о том, что проходит эта акция, намного больше стало звонков, по-моему, раз в пять увеличилось количество звонков, и были по определенным моментам проверки, да. — Приняты меры. Просто раньше, извини, Наташа, люди не верили, что если они позвонят... — Да, что это действует, работает. — Да, что будут приняты меры какие-то. Вот, к счастью, наверное, и работа наших наркополицейских за последнее время, пока они показали, что любой звонок, который совершают жители губернии, да, он проверяется обязательно. — Ну, либо добавить еще. Вот, кстати, Общественный совет на одном из своих последних заседаний, которое как раз проходило в момент вот этого начала акции Всероссийской «Сообщи, где торгуют смертью», просто Ирина Владимировна взяла трубку и позвонила по этому телефону доверия. — Да, мы сами проверяем. — 335-66-88 этот телефон, вот, и тут же ответили, и, в общем-то, мы все были счастливы, что, да, действительно, телефон работает. — И у нас тоже работает телефон, 202-11-22, мы принимаем ваши звонки в режим реальном времени, это прямой эфир. Алло, здравствуйте, как вас зовут? — Добрый день. — Добрый. — Ну, я полностью не слышал, но то, что я услышал, я понял, что работаете с молодежью. Поэтому у меня вопрос такой. Как объясняете, есть ли вопросы у молодежи в отношении того же кризиса, который развернулся не только, как говорится, по Российской Федерации, но и европейский кризис? Это вообще, внимание этому уделяется, потому что молодежь, насколько я вижу, абсолютно не понимаю, что это такое. Как у вас это осуществляется? — Кризиса в каком смысле? — Экономический. Экономический кризис. — Угу. А связан ли как-то экономический кризис с вашим проектом? — Ну, честно, скажем, дети таких вопросов, ребята не задают мне старший класс. Мы все-таки говорим о других вещах, да, мы говорим, все-таки основная тема у нас здоровый образ жизни и чем можно в наше время вот заняться, вот свободное от учебы там время. Мы говорим на эту тему. Ребята высказывают, чтобы они, мы с ними разговариваем, чтобы вот, мы когда им задаем вопрос, вот говорим, да, что вы знаете там вот вообще про там наркоманию, что мы, взрослые, не так делаем. Ну, не во всех школах, но где-то вот у нас и такие разговоры. — Контакт устанавливается. — Контакт. — Это есть специальная рубрика. Открытый микрофон она называется. — Открытый микрофон. И вот на эту тему мы разговариваем. И когда нам ребята говорят, вы взрослые, посмотрите сами на себя. Возле школ очень часто можно увидеть ларьки, где продают спиртное. Вы, взрослые, ходите в открытую там и курите, и пиво пьете. И вот честно скажу, бывает очень даже как-то чувство неловкости. И в одной из школ мы сами, наша команда, говорим, вот сейчас к ребятам обратились, ребят, честно скажите, кто из вас там курит, поднимите рук. Только говорим, давайте честно, никто же никого не собирается сейчас судить. Там поднимают руки. А теперь вот в нашей команде давайте тоже. У нас, я помню, Оля Шелест, руководитель пресс-службы наркоконтроля, подняла руку, что она честно признала, что она курит, но она уже бросила курить. После этого ей тоже стало. — У нас сейчас нет никого, кто курит. — У нас нет курящих. — То есть вы своим примером, да? — Да, да, мы считаем, что... — Главное признать привычку вредную и как бы... — Поэтому вот, а то, что происходит политика и экономика, ну честно скажу, ребята далеки от этого. — Естественно, цель у проекта несколько другая. Это марафон здорового образа жизни. Тут, я думаю... — Это альтернатива. — Да, достаточно того, что взрослые уже в политике, да, и бесконечно везде и всюду это обсуждают. Если еще и мы приедем и с ребятами начнем. — А давайте поговорим, да, о мировом экономическом кризисе. — Да, это тема обсуждает. — Наверное, это не совсем правильно. — Конечно, нет. Немножечко для вас билеты в кино от киноцентра «Вертикаль». Сейчас появится кадр у вас на экранах. Отгадайте, что же за прекрасная девочка здесь загадана, что за фильм мы загадали. 202, 11, 22. Получите билеты на двоих в кино. Ну, дальше вы куда будете двигаться? Понятно, что сейчас весна, что-то уже можно будет проводить масштабно на улицах. В апреле что у вас приготовлено? — В апреле у нас это будет поездка в Большую Черниговку. — То есть на районы уже пойдете? — На районы, да. У нас и на осень очень много поездок в районы. А где-то июнь это у нас районы Самары. В Самаре тоже нужно проводить. — В Крутых Ключах. — В Крутых Ключах, поскольку новый район. Вот нам хотелось бы как раз охватить новые районы, да. И в июне мы планируем еще... Это пока у нас такой секрет, маленький такой секрет. — Чуть-чуть никому не говорите. — Чуть-чуть никому только не говорите, мы говорим только вам. Мы планируем провести такой флешмоб с участием, значит, это будут и члены общественного совета, и сотрудники наркополиции, наши волонтеры и участники нашего проекта «Школ». — То есть будет что-то грандирует? — Пока больше не будем все раскрывать, но я думаю, это будет очень такой красивый и интересный флешмоб. — Можно следить за новостями на нашем сайте общественного совета и присоединиться, стать участником нашего флешмоба. — Так всегда здорово, друзья. Можно войти в историю и стать одним из тех, кто как-то привлекает и себя, и своих друзей, родных и близких. — Есть какие-то вопросы? Звоните 202-11-22. У нас, кстати, в следующей части нашей программы будут молодые ребята, волонтеры, неравнодушные именно те, которые подают своим каким-то делом, своими действиями пример для своих сверстников. Думаю, будет интересно с ними пообщаться. Но у нас есть телефонный звонок, мне подсказывают режиссеры. Здравствуйте, как вас зовут? — Здравствуйте, меня зовут Анна. — Анна, скажите, пожалуйста, слышали ли о таком марафоне «Пусть всегда буду я»? — К сожалению, нет. Вот я первый раз включила и уже делала. — А наклеечки видели сообщи, где торгуют смертью? — Наклеечки видела. — Ой, как хорошо. Здорово, ребята работают. — Уже, уже хорошо. — Ну давайте тогда, раз уж вы нам позвонили, отгадайте, что за фильм мы здесь для вас приготовили, загадали. — Так, это кинофильм «Гости из будущего» и изображена Алиса Селезнева. — Ну, все верно. Конечно, это героиня произведения Кир Булычева. Вы молодец. Спасибо вам за звонок. Отправляйтесь в кино. — Ну, а что хочется, наверное, от вас сейчас? Наталья с нами остается на вторую часть, как руководитель проектов именно по волонтерской деятельности. Но от вас, наверное, может быть обращение какое-то к нашим зрителям, к тем, кто только в первый раз это увидел, кто только примкнет. Пожалуйста, камера напротив. — Ну, хотелось бы что сказать. Присоединяйтесь к нашей команде. Кстати, у нас так и бывает, что после каждого фестиваля, проведенного в той или иной школе, к нам присоединяются новые ребята. Одно время очень часто ездили и спортивные в лице. Это всегда очень приятно, когда ребята сами говорят, а вы нас возьмете, привлекайте нас тоже. Так вот, мы приглашаем всех, у кого есть такое желание с нами поездить в команде, поверьте, вы и сами зарядитесь, ну и зарядите тех, собственно говоря, ради которых и проводится этот фестиваль. — Ольга Витальевна, ваши слова. — В общем-то, легко научить молодежи говорить наркотикам нет, но на наш взгляд главное, чтобы она захотела сказать «да» здоровому образу жизни, потому что жить – это действительно здорово, а для того, чтобы это получилось, нужно жить здорово. — Ух ты, здорово и здорово, это самое главное, наверное. Спасибо вам большое, что пришли, приходите в июне, что там у вас готовится интересненькое. Ну а вот, друзья, не переключайтесь, давайте посмотрим, как проходит проект не только в самарских, но и в школах нашей области, как это интересно, весело и ярко, и затем возвращаемся в студию, с нами уже здесь окажутся волонтеры. Строки и знаменитые песни стали девизом для школы номер 7 города Новокуйбышевска. На фестивале здорового образа жизни собрались и дети, и взрослые. Начался антинаркотический марафон с флэш-моба. Ученики и преподаватели вместе сделали утреннюю зарядку. Формат у фестиваля особый. Никто не поучал школьников, как делать нельзя. Им просто показали, как можно с пользой провести свободное время. Наши ребята уже устали от нравоучения. Они устали слушать бесконечно, что такое хорошо и что такое плохо. А мы им решили показать, что такое хорошо. Причем не мы, взрослые, это им показываем, а сами ребята, сами школьники. Паркурка, поэйра, славянские забавы. Во дворе школы для ребят проводились мастер-классы. У тебя уход. Оп. А мне удар. Шапку забрать, голову оставить. Свою шапку держать нельзя. Пока на улице ребята приобщаются к активным видам отдыха, в школе учат плести фенечки и вырезать из овощей причудливые фигуры. Но гвоздь программы – мини-зоопарк. На первом этаже ребят ждали экзотические животные. Это Еврик, желто-синий Ара. Недавно ему исполнился год. Он настоящий артист. Ездит по корпоративам, по детским праздникам. Позволяет с собой общаться и дарит людям положительные эмоции. Ну пошли, пошли, давай пообщаемся. Животные пользовались особой популярностью и вызывали у детей невероятный восторг. Насыщенная программа фестиваля сделал свое дело. Школьники уверены, познакомившись с таким разнообразием увлечений, пробовать наркотики и курить просто не захочется. Для начала человек сам должен понять, что ему, в его жизни это не надо. Он должен как-то сам поставить себя на путь, то, чтобы он не употреблял наркотики, меньше курил или вообще не курил. По окончании марафона самым активным школьникам вручили грамоты и пригласили ребят принять участие в большом флэш-мобе, который планируют провести на площади Куйбышева в Самаре. Прямой эфир продолжается. 202-11-22. Телефон наш. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня говорим про марафон «Пусть всегда буду я». И я с большим удовольствием сейчас хочу вам также представить наших гостей. Это ребята. Мы уже выяснили, что они тоже двигают здоровый образ жизни и двигают так, что многих, как Дениса Новикова, уже знают в лицо и не могут уже разделить здоровый образ жизни и Дениса. Дениса, очень приятно тебя видеть. Здравствуй. Двигаемся дальше. С нами по-прежнему здесь Наталья Копылова, член Общественного совета УФС Каяна России по Самарской области. И Папе Владислав, Федерация уличной гимнастики Самарской области. И еще с нами здесь Ирина Александровская, мастер по мехенде. Неожиданно, но тоже приятно. Телефон 202-11-22. Давайте мы сейчас вам зададим вопрос, разыгрываем пригласительный билет на концерт такого исполнителя, как «Дельфин» ночной клуб «Звезда» 27 марта. В каком молодежном фильме сыграл одну из ролей музыкант «Дельфин»? Если знаете, звоните 202-11-22. Ну что, Наташа, расскажи, кто эти люди? Что они делают хорошего? Это очень замечательные люди, добровольцы, волонтеры проекта «Пусть всегда буду я», каждый из которых занимается пропагандой здорового образа жизни. Кто-то в спортивном плане, кто-то в творческом, но тем не менее они помогают проекту, показать ребятам, какой альтернативный вид досуга, чем можно заменить, например, те же самые вредные привычки, очень плохие. И вот Владислав, он с нами с проектом ездит уже три года. Наташа назвала его ветераном, старожилом. Это вне эфира. Так, ну почему? Вот. Почетно. Он с нами уже на шести проектах был, и вот все всегда в восторге от их площадки. Это площадка воркаут, они так называемые турникмены у нас. Ну, больше людям себя называть гимнастами уличными. Уличные гимнасты? Да. Отлично. То есть на русский манер больше. Скажи, Владислав, тебе самому вот как это почетно, здорово? Как твои друзья относятся к твоей деятельности? Мне нравится ездить на проекты, плюс для меня это опыт, потому что я работаю с молодежью, то есть я передаю им свой опыт, потому что вообще я начинал так же. Я начинал там, мне было 14 лет, я поехал первый раз на проект, меня Наташа пригласила. Вот, я уже тогда занимался, и я хотел передать опыт ребятам, вот, и для меня это очень даже, можно сказать, почетно, потому что я приезжаю в другой город, там, меня очень радостно встречают нас ребята, аж нас очень многие уже знают по области. Гимнасты приехали. Да, вот, мы уже вот в Комсомольск съездили, нас уже зовут опять туда, то есть мы стараемся ребятам показать то, что можно самим заниматься, потому что мы их сверстники. Вот, здесь не нужен тренер, не нужно там какое-то специальное оборудование. Вышли на улицу, турник, бросили, и вперед, да. Вот, и самый главный упор мы делаем в том, что мы такие же, как они. Мы не намного старше их, я вообще с 14 лет, считай, занимаюсь и в этом проекте участвую. Вот, и поэтому гимнастика это как альтернатива, вот, вредным привычкам. Пошел, потренировался, пришел домой, согрелся. Уставший, но довольный, покушал и спать, что тут еще добавить, ну или с друзьями пообщаться еще. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, ну традиционный вопрос, слышали ли вы о проекте «Пусть всегда буду я» и видели ли наклеечки «Сообщи, где торгуют смертью»? К сожалению, не видела рекламу, но наклеечки видела, да, попадались. В маршрутках, наверное, где-нибудь в подъездах. Да, 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 да. Здорово, здорово. Скажите, пожалуйста, узнали ли вы, в каком же фильме снимался музыкант «Дельфин», на чей концерт мы разыгрываем билеты? Это фильм «Даже не думай». Да, «Даже не думай», «Даже не думай». Все правильно, вторая часть тоже выходила в начале двухтысячных, спасибо вам за правильный ответ. Денис, ну ты как представитель вообще удивительной, масштабной вот Федерации физической культуры и здорового образа жизни Самарской области, еще плюс студия танцев, танцы по-быстрому, как ты, вот, не знаю, олицетворению здорового образа жизни все успеваешь, да еще и участвуешь в этом проекте. Ну так я не пью, не курю же, поэтому я успеваю. Вот. Как говорится, да, в здоровом теле здоровый дух и наоборот, то есть выбрав приоритеты в своей жизни правильные, вот, начинаешь по ним двигаться. Но здоровый образ жизни помогает гораздо больше выделять энергии на важные самые вещи. Времени появляется, да, больше? Ну, на самом деле, да, быстрее восстанавливаешься, меньше спишь, больше работаешь, больше энтузиазма. На самом деле, вот в этом проекте очень важно донести молодежи, что есть действительно альтернатива тому негативному образу жизни, который, к сожалению, культивируется у нас в стране. Льется со всех сторон. Да, и, как бы, предыдущий вопрос, дополняя, в том числе, запада. Вот. А у нас есть наши ценности, у нас есть здоровые ребята. Очень важно, чтобы молодежь выбирала себе другое окружение, понимала, что она может там общаться, здорово и здорово проводить время. И вот именно это мы доносили непосредственно вот своими делами. Ну, бывало это так, что, допустим, вы приезжаете в школу, ну, вот есть такие вот, которые, ха-ха, стоят там что-то, да что приехали, что за ерунду тут, вот такое было, и они потом, может быть, втягивались. Вы наблюдали за этим? Конечно, это было, и вот именно самая главная для нас задача и проблема быть максимально искренними и убедительными. И действительно, собственным примером и желанием, поставив идею именно во главу угла, вот зацепить их, вовлечь, и чтобы это в них осталось. И я надеюсь, у нас это зачастую удается. Ну, были ли у вас такие случаи, ребят? Да. Дело в том, что если такие случаи бывают, то ребята, вот, которые такие молодые, которые себя ведут, им потом самим стыдно, потому что они видят сверстников, которые зажглись, которые пробуют, и те ребята остаются в меньшинстве, и им уже хочется тянуться к лучшему. Тем более они видят положительный заряд. На самом деле это не профанация, это настолько чистая, искренняя акция, что она зажигает ребят. И очень сложно остаться в стороне. И те, кто остаются в стороне, они очень неуютно себя чувствуют, им хочется все-таки быть здоровыми, хочется быть сильными, потому что мало кто-то хочет быть слабым, все хотят быть сильными, здоровыми. А когда ребята приезжают и своим примером показывают, как можно, то становятся уже как бы тут... Вообще, очень главный момент такой, да, наша молодежь современная, она очень социально-инфантильна и безответственна. Но социально активна в социальных сетях. Вот. К сожалению. Ну, болтологией как бы у нас, да, сейчас конек заниматься, вот, а дел мало. И вот очень важно, чтобы общественные силы разного толка, разного характера при поддержке органов государственной власти, при поддержке мотивированных представителей, которые по убеждению занимают свои посты, вот, подвижники вот объединялись и направляли молодежь в нужное русло, чтобы она чувствовала, что от нее что-то зависит. И зависит это прямо здесь и сейчас от того выбора, который она делает в сторону того или другого момента. Ну, это опять не слабо дело, а должны быть какие-то, чтобы как-то ребята примыкали. У нас есть телефонный звонок, выясняем, кто нам позвонил. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Егор. Егор, давайте ваш вопрос. А я хотел ответ наоборот сказать. А мы уже все разыграли и все выяснили. В любом случае спасибо вам за звонок большое. До свидания. Ну что, хочется теперь у Ирины спросить, Ирин, как ты примкнула вообще к рядам ребятам? Ну, я просто уже давно знакома с Натальей Копыловой, она мне внезапно позвонила, говорит, вот, есть такой проект, там есть возможность сказать детям альтернативу алкоголю, там, наркотикам, сигаретам, дать им что-то новое. Вот. Ну, я художник, мастер по мехенди, я говорю, ну, давай мехенди тогда. Она говорит, о, отлично, давай, что-то новое. Вот. Ну, попробовали, интересно, там, все. Самое главное, безопасно и безвредно? Безопасно и безвредно, да. То есть, ну, как бы это временные татуировки, и сейчас, ну, если так на современный лад перейти, но это очень древнее искусство. Некоторым было интересно, некоторые там пришли так отдохнуть после воркаута или после танцев. Немножко так расслабились, да. Ира сидит рисует. Вот. Ну, мы пробовали рисовать, кому-то понравилось, кто-то даже мне, у меня взял номер телефона, чтобы там, может, связаться. Передать кому-то, да? Ну, как-то самим научиться, да, творчеству какому-то. Вот. Ну, интересно. Как бы, там, многим понравилось. Дело в том, что не просто Ирина рисовал детям, а проект он все-таки обучающий, поэтому дети сами пробовали. Это был мастер-класс. Ирина рассказывала, она объясняла именно историю создания этого искусства. И при этом ребята сначала пробовали на бумаге, а потом уже, у кого получалось, они уже могли попросить Ирину сделать им, да, такой временный тату. Да, кто-то ко мне подходил, кто-то на себе сразу начинал рисовать. Самое интересное было, когда учителя подходили и сами начали рисовать. Не то, что дети, а еще учителя. И при этом можно объяснить ребенку, что если уже хочется сделать тату, то можно сделать его все-таки временным и не делать его постоянно. Да. Да. Тоже. Ну, Денис, какие еще направления вот у вас встречаются на таких мероприятиях? Мы выяснили, что и танцы, и воркауты, гимнастика, и искусство. Что еще есть? Силовые виды спорта именно от федерации. То есть это сила, хват, арморестлинг. То есть люди могли понять, как участвовать в таком спорте, как важно для мужчины иметь сильные руки. Ведь один из эпитетов женский, поощрительный, да, в отношении мужчины, это у него сильные руки. Значит, может поднять, если что. Вот, защитить. Защитить. И трудиться достойно на благо семьи. Вот. Также вот зарядка, которую мы проводили, объединяющая всех. Хочу заметить то, что подобную зарядку я проводил уже во многих городах и даже странах. Я объединял до полутысячи ребят. И возрождая те самые традиции, которые еще были в советский период у нас созданы, именно производственная зарядка. С чего начинается, в принципе, здоровый образ жизни с самого утра вот с такой зарядки. И вообще, то есть, на самом деле, неограниченный формат площадок. Может быть, совершенно любая активность у нас присутствовать. Любая, наверное, инициатива тоже поддерживается. Любая инициатива, да, поддерживается. Почему? Потому что самое главное именно создать, еще раз, альтернативу нездоровому образу жизни за счет интересов и поддержки простых ребят, таких как мы, которые по убеждению этим занимаются. Вот. Таким образом. Владислав, ну вот ты скажи, у вас только одни ребята занимаются или девчонки тоже есть? Ну, девушки у нас тоже занимаются. И даже на мероприятиях мы старались вовлечь девушек. И нам это удалось. То есть, у нас девушки даже отжимались. Некоторые даже по два раза выходили, отжимались. Вот. И тем самым они подстегивали мальчиков, потому что мальчики стеснялись. Девушки как-то более были активны, что это много удивило. Молодцы. Ну, девушек там больше, им проще. А парней меньше. Они боятся показать себя в невыгодном свете. Да, то есть, они стесняются. А мы старались им донести, что не нужно стесняться. Мы также начинали, и что нужно заниматься. Вот. И будет желание, будет тогда появиться возможность и уже можно заниматься и развиваться. Вот. И вести здоровый образ жизни, естественно. Ну, здорово. Друзья, хочется до вас донести следующую информацию, что наш вот этот замечательный марафон здорового образа жизни, пусть всегда буду я, который стартовал в 2011 году, и вот уже несколько лет успешно реализуется здесь у нас на территории Самарской области. Он не заканчивается. Мы выяснили, что он круглосуточный, круглогодичный, круглосезонный. И каждый из вас может примкнуть к этому проекту. А если вы хотите, чтобы в вашей школе прошло подобное мероприятие, для этого нужно как-то связаться с общественным советом. Мы в своей группе ВКонтакте программы «Универсальный формат» сделаем репост и дадим вам ссылки на группы, дадим все контакты. Если вы хотите, нет ничего невозможного для того, чтобы стать частью этого большого проекта. Вам, ребят, спасибо. Здоровья! Да, и чтобы все было у вас здорово и здорово. Ну, а мы же с вами прощаемся. До встречи. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова